С наступлением лета всё больше и больше ярких красок появляется на моих клумбах. И сегодня я хочу рассказать вам о растении, которое похоже на лаванду. Называется оно кошачья мята. Кошачья мята приносит в мой сад обилие цветков, любимых пчёлами, и восхитительно ароматную листву. Она прекрасно смотрится рядом с яркими многолетниками. Вот здесь у меня и пионы, и лилии, и флоксы. Особенно красиво, когда её соседи белого или розового цвета. В зависимости от сорта имеет высоту примерно от 30 до 60 сантиметров. Многочисленные сине-фиолетовые цветки появляются в мае и украшают мой сад до самого сентября. Длительный период цветения и декоративные, в основном серо-зелёные листва, делают это растение ценным многолетником для летнего сада. Её цветки собраны в длинные колоссовидные соцветия. В них очень много нектара, поэтому это растение является ценным медоносом. Те, у кого есть маленькие детки, должны быть предельно осторожны, так как над этим кустиком всегда будут кружить пчёлы. За кошачьей мятой очень легко ухаживать. Она довольно неприхотлива. Я люблю это растение за то, что его не едят слизней и оно никогда ничем не болеет. Большинство видов кошачьей мяты лучше всего, конечно же, растут на солнечных местах, но могут выносить небольшое затенение. Вот здесь, например, у меня солнце выходит только после обеда. До обеда она растёт в тени дерева. А также она очень хорошо переносит засуху. После первого цветения её можно обрезать. Таким образом вы не только получите длительное цветение вплоть до осени, но и поддержите её компактный рост. Разнажать её можно делением корневища, черенками или семенами. Вот такой красивый цветок, который украсит любую клумбу.